Здравствуйте, коллеги, с вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о том, чем закончилась неделя предыдущая, так как у нас сегодня понедельник, ну и что безумно нас ожидает на этой неделе. Ну а перед началом я напоминаю, что если вам нравятся эти видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставлять в комментариях. Итак, начнем с того, что в минувшее воскресенье Жером Паулу, глава ФРС, дал интервью в программе 60 минут, и рынки восприняли его слова позитивно. Неделя открылась ростом по ключевым индексам. В первую очередь фьючерс на S&P 500, а также на индекс Dow Jones 30 торгуются в зеленой зоне. Я напомню, что всю прошлую неделю эти индексы провели впадение, опустившись в среднем на 6-7%, но немножко отросли в пятницу. Итак, что же сказал в интервью Паулу, что это обнадежило рынки. Первый тезис выступления Паула это то, что ВВП может снизиться до 30% во втором квартале, но повторения Великой депрессии он не видит. Да, рост безработицы, как и в 30-х годах, но финансовая система готова гораздо лучше, чем тогда. Ну, по живому видим. Паулу считает, что с третьего квартала возобновится рост, но и мы не вернемся к концу года, к тем максимумам, которые были в начале этого. Посмотрим, насколько оптимизма хватит рынкам, да, с текущим заявлением. Самое важное, что может не привести к повторному падению рынков, это повторные вспышки коронавируса в тех странах, которые уже начали сворачиваться карантинные меры. Потому что сейчас это может стать катализатором, если вновь пойдет новая волна, если вновь будут закрываться. Потому что сейчас все понимают, что экономику восстанавливать надо, но риски повторных вспышек коронавируса остаются. И если это произойдет, то можно увидеть и второе дно. В понедельник снятие ограничений продолжается в Европе и ряде штатов США. В Италии смогут открыться рестораны, кофейни, бары и парикмахерские салоны. В храмах возобновится служба, но прихожане будут обязаны носить маски и сохранять дистанцию. Испанцам разрешено собираться группами до 10 человек. Но ограничения останутся в силе в Мадриде и Барселоне, включив в городах. Бары и рестораны смогут принимать посетителей, но пока лишь на верандах. В Бельгии откроются начальные и средние классы в школах. Ограничения частично снимуты в Португалии, Греции, Дании и Ирландии. В США в большинстве штатов ограничения уже сняты или будут сняты в ближайшее время, в отличие от европейских стран. Выходящих из карантина постепенно в десятках американских штатов сразу открылись тату-салоны, тренажерные залы, бары и другие места, несовместимые с социальной изоляцией и соблюдением социальной дистанции. Поэтому сейчас этот момент является ключевым. рынки росли на позитиве. Затем на прошлой неделе, когда начали запускать, повсеместно меры снижались. Еще обострилась ситуация США и Китая. Но вот сейчас эта неделя может быть довольно-таки интересной. С точки зрения важных событий, на самом деле их не так много. Но давайте быстро пробежимся. Во-первых, сегодня в понедельник выходной день в Канаде. Выйдут данные по ВВП Японии. Как и ожидается, показатель выйдет ниже, уже вышел ниже прогнозных. Дальше во вторник выйдут данные по изменению числа зарядок на пособия по безработице в Великобритании. Ожидается 9,5 тысяч. И индекс экономических настроений в Германии. Также данные по разрешению на строительство. Но сейчас этот индикатор не столь актуален. В ряде европейских стран будет выходной в четверг. Ну и пятница. Но также в четверг в Австралии выступит представитель Резервного банка Австралии Лол. И пройдет информация по продажам на вторичном рынке жилья. Что интересно, пока ожидается рост по данному показателю. Видимо, все решили купить себе жилье на вторичном рынке. Как раз ситуация для этого подходящая. Итак, в пятницу выйдут данные по розничным продажам в Новой Зеландии, Великобритании, Канаде. Ну и также выйдет канадский базовый индекс розничных продаж. То есть, в принципе, в целом неделя довольно-таки спокойна с точки зрения событий. Но мы, как мы с вами видим, здесь любая ситуация, которая связана с коронавирусом, с фондовыми рынками, с аппетитом инвесторов, она может как раз повлиять на рынок довольно-таки сильно. Ну и в этой связи давайте посмотрим, какие у меня есть идеи на эту неделю. Вот одну сделку я уже открыл, то здесь я продолжаю еще раз, пробую покупать евро-доллар от уровня 1.07.69, пока мы все еще отбиваемся. И как раз в пятницу получили сигнал на то, что можно искать покупки. Сегодня была коррекция. Ну, здесь я немножко не дождался коррекции. Я, кстати, вошел частью объема по 1.08.19, да, минимальным лотом. И поставил еще одну отложку на 1.07.95. На этот случай, если вот еще мы чуть ниже двинемся для того, чтобы зацепить более интересную цену. Тейк профит в данной позиции у меня стоит на 1.09.77. Соответственно, стоп за локальный минимум, который был сформирован в четверг. Ну вот здесь я, пока получили первый сигнал, ну вот пробую его отторговать, да, с целью роста как раз евро. Поэтому на текущий момент, с точки зрения текущих позиций, да, рост сохраняется. Но вот если мы все-таки уйдем ниже минимумов, которые были на прошлой неделе и также 7 мая, то в этом случае можем еще одну волну снижения ожидать до 1.06, возможно, и на 1.05. Вот сейчас посмотрим, держится ли евро выше данного уровня. По британской валюте вот здесь сохраняется нисходящее движение. Уже заходим в критическую зону, из которой довольно-таки интересно также было бы поймать откат. Но на текущий момент пока здесь ничего не предвещает смены тенденции. Тенденция нисходящая, как у нас началась, так она и сохраняется. Поэтому здесь будем следить за тем, когда она будет завершаться и я попробую входить в покупки. Ну а для тех, кто находится сейчас в продажах, то имеет смысл их продолжать держать, на мой взгляд. По паре американский доллар, канадский доллар. Вот опять же тот же самый треугольник, который мы отмечали, он сформирован. Сейчас велика вероятность как раз нисходящего движения в области 1.39.16, но уж куда выйдет этот треугольник, туда мы сможем увидеть им импульс. Поэтому здесь пока, с точки зрения часового таймфрейма, здесь мы видим, пока сохраняется движение восходящее, но в пятницу не смогли обновить локальный максимум. Поэтому, соответственно, если сегодня уходим ниже минимальные значения пятницы, то цель движения до 1.39.06. Но в эту сделку я входить не буду, риск прибыли здесь не самый оптимальный. Только если мы увидим коррекцию, увидим пробой данного уровня, коррекцию, и тогда возможно я зайду. Но пока, скорее всего, в эту сделку заходить не буду. По паре американский доллар, японская иена, здесь не прекращаются попытки роста американской валюты в данной валютной паре. Соответственно, сейчас цена пытается закрепиться выше области 1.7.06, пока это удается, и в целом движение также сохраняется боковой, я бы сказал. Потому что, если мы посмотрим на последний рывок, который был на прошлой неделе, то мы видим попытки начала нисходящего движения. Ну и, собственно, сейчас для того, чтобы говорить о покупках по данной паре, здесь я бы ждал закрепление выше отметки 1.7.43, и вот после этого уже вновь покупать. Пока вероятность нисходящего движения здесь также довольно-таки высока. По австралийцу. Продолжаю искать возможность покупок. Здесь также мы достаточно неплохо опустились до уровня 64.15. Здесь текущих уровней мне было бы интересно купить. Но теперь нужно дождаться как раз появления сигнала и уже, соответственно, открывать сделку. Пока данного сигнала не поступило, здесь я буду ждать закрепление выше максимума в конце прошлой недели 64.71. Если цена уйдет выше данного уровня, то буду искать покупки, ну и, соответственно, стоп будет располагаться за минимальными значениями, которые будут сформированы после данного пробития. По новозеландцу. Здесь чуть больше провалился Новозеландец, чем Австралия. Собственно, здесь я уже пробовал покупать на прошлой неделе. Сделка закрылась по стоп-лоссу, ну, фактически в тот же самый день, в пятницу. Соответственно, здесь есть еще один уровень. Это область 59.18, от которого также может начаться рост. Поэтому здесь я сделал еще одну попытку войти, но после того, как, опять же, будет сформирован восходящий сигнал. То есть здесь пока сохранится нисходящая формация, пока здесь покупок нет. Ну, вот те сделки, которые я открывал как раз в пятницу на движении нисходящем, вот как раз цена здесь закрылась по стоп-лоссу. Мы сходили ниже. Ну и, собственно, сейчас мы видим, что держать позицию смысла не было. Ну, посмотрим, сможем ли мы найти другое дно для данной валютной пары и оттуда уже начинать покупать. Золото продолжает расти. Уже обновляем исторический максимум. Сегодня золото торгуется вот уже по 1760. Новый максимум, собственно, за этот год. Ну и, в принципе, если мы с вами даже посмотрим на месячный таймфрейм, то вот мы близко-близко подходим к тем максимальным значениям, которые, ну, собственно, все ожидали уже лет, получается, 6. 6-7 лет, вот как раз, что мы вернемся к данному локальному максимуму. Теперь вопрос, будет ли золото дальше расти. Поэтому здесь все общее движение также сохранится. Восходящее покупок у меня здесь нет. Если вы держите позиции в золоте, то пока их также имеет смысл продолжать держать. По индексам. Индексы начинают отрабатывать вновь восходящее движение, ну, на том позитиве, который мы как раз обсудили в начале выпуска. Поэтому здесь покупки также возможны и допустимы. Но здесь пока нет, с точки зрения моей торговой системы, нет хорошей точки для входа. Но в целом, в целом, рынок видит позитив. И в целом, мы видим рост по индексам. Поэтому, если вы вошли в покупки, то их также имеет смысл пока держать. Ну, в принципе, такая же картина по S&P. Здесь у меня отложенный ордер стоял. Не дошли мы до данного уровня. Можно было поставить, конечно, чуть выше. Но я ставил по правилам в нижней трети. Для того, чтобы как раз взять для себя наиболее оптимальное соотношение риск-прибыль в данной позиции, если все-таки она окажется результативной. Но сейчас уже цена обновила локальный максимум. И в данном отложенном ордере нет никакого смысла. Поэтому сейчас я его удалю. И дальше буду уже смотреть, как ситуация будет развиваться. Но в целом, покупки, опять же, интересны. Но ситуация с коронавирусом не прекращается. И есть вероятность, опять же, увидеть еще одно нисходящее движение. Увидеть СНП по 2.300. Посмотрим, сможет ли это произойти. По нефти мы видим рост по всем фронтам. Собственно, сейчас открываются экономики. Восстановится спрос. Авиаперевозчики, конечно, еще не летают. Но, тем не менее, уже планомерно спрос на нефть начинает прибавляться. Соответственно, по нефти марки Brent сегодня мы видим уже торговлю выше локальный максимум. Сохраняется восходящее движение. По нефти WTI также рост здесь представлен. По фьючерсу на WTI мы видим новый локальный максимум. Мы дошли до отметки 30 долларов 95 центов. С минимума, который мы видели по данному фьючерсу, ну, собственно, движение составило за этот месяц порядка 72%. Очень интересно. И сейчас, в принципе, покупки здесь тоже можно рассматривать. Но, опять же, по более оптимальным уровням. К сожалению, цена не возвращалась к тем уровням, где было бы мне интересно войти. Вот здесь у меня как раз стоял стоп-лосс по точке входа. И, собственно, здесь несколько я тестировал один подход. И, собственно, здесь цена дошла прямо до моего стоп-лосса. Ну, и, собственно, дальше пошла вверх. Ну, ничего. Здесь важно не получить минус. Здесь я больше придержусь такого мнения. Ну, а в целом на сегодня это все. Неделя может нас порадовать довольно-таки большими движениями. Теперь важно в безопасных зайти и максимизировать прибыль, соблюдая риски. Всем спасибо за внимание. С вами был Сайков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня. И увидимся в среду. Всем спасибо за внимание. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok